Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая, последняя глава пророка Михея, мы ее читаем сейчас в моем собственном переводе, в рамках проекта Экзегет, она не похожа на предыдущие шесть. В предыдущих главах, и мы читали их, довольно подробно говорилось о грехах, нечестие Израиля, Иудея, о том наказании, которое за все это будет, и о том грядущем, каком-то не очень ясном, но царе, который появится и все изменится к лучшему, и будет мир между народами, и Израиль победит. Вот это все глобальная история, история избранного народа и всего человечества в целом. А седьмая глава – это лирическое отступление, в ней мы слышим скорее голос самого пророка, может быть, этим она нам особенно цена, потому что ведь очень важно понять, а как они это видели, а как они сами это все переживали. Седьмая глава Михея. Горе мне, я как сборщик плодов, как тот, кто обирает виноград, не осталось мне поесть ни кисти ягод, ни первых смокв любимого лакомства. Смоквы – это инжир, скорее мы так его называем, очень вкусные плоды, особенно прямо с дерева. И вот работник, который трудится, трудится, а сам-то не ест. Вот он пророк, он трудится, трудится, а хороший вот не видит. Сгинули верные с лица земли. Он не говорит, что ему там не платят, что его не уважают. А вот пророчество, его главная цель – это вернуть веру, истину, вернуть что-то доброе. И глядя вокруг, он видит, что ничего этого нет. Сгинули верные с лица земли. Не осталось праведных следи людей. Каждый лежит в засаде, крови жаждет, растягивает сеть для брата своего, для злодейства. Умелые их руки и правитель, и судья подарков ищут. Требует начальник, чего пожелает, извращает правду. Ну, все понятно, да, все очень знакомо. Еще, еще раз, Михея социально ориентирован. Он говорит не просто кто-то там язычник, кто-то там жадина, а он рассказывает, как несправедливо устроено общество – это главная его проблема. Самый добрый среди них, что колючка, справедливый, что терновая изгородь. Это лучшие, каковы же худшие. И вот он тот, кто возвещает о приходе Бога, который будет наказанием и карой для всех этих людей. Ему-то самому хорошо ли? От того, что это произойдет. День твоей стражи, твоего посещения настал, говорит он Богу. Значит, они в смятение придут. Не доверяй приятелю, не полагайся на товарища, не открывай секретов даже той, что покоится на твоей груди. Не ясно кому, но, кажется, себе он это говорит. Вот какая-то очень внутренняя жизнь, и вот даже любимой женщине он не может этого раскрыть. То есть, настолько это все таинственно. «Ныне сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови и враги человеку домашние его». В Евангелии это цитируется. Что же их разделило у Михея? А вот именно это острое противостояние Божьей вести, Божьего взгляда на этот мир и их каких-то своекорыстных греховных интересов, когда они хотят жить так, как им нравится, и больше ни о чем не думать. «Ну, а я взираю на Господа, ожидаю Бога спасения моего, и Бог услышит меня. Не насмехайся надо мной, враг, пусть я упаду, но я встану, пусть я во тьме, но свет мой Господь. Пред Господом я согрешил, и гнев его пребывает на мне, доколе он не рассудит дело мое, и тогда восстановит право мое, выведет меня к свету, и я увижу праведность его». Вот это удивительно мудрые слова, и такие очень христианские, хотя, казалось бы, это еще и Ветхий Завет. Он не говорит «я прав», псалмопевец много раз скажет «я прав», он говорит «пусть я упаду, но встану, пусть я во тьме, но свет мой Господь». То есть в том, что он живет, не очень может быть идеально, он готов признаться, но не в этом дело. А дело в том, что есть идеал, к которому он стремится, есть тот, кто приходит ему на помощь. И его отношение с Богом – это, собственно, единственное, что его интересует. Все остальное – это детали, подробности и пейзаж. «Увидит это враг мой, покроется позором, тот, кто говорил мне, где Господь, твой Бог, насмотрятся на него мои глаза, как попирают его ногами, ну, врага, конечно, словно уличную грязь». Ну, в Ветхом Зайте все время этот триумф над врагом – это непременная часть награды праведника. «Придет день отстраивать стены, день расширять границы, день, когда придут к тебе люди из оси египетских городов, от Египта до Великой реки, от моря и до моря». Ну, расширять границы – это, естественно, расширять границы избранного народа и занимать какие-то новые территории и открывать для себя эти новые народы. Но это вообще очень интересная фраза «день расширять границы» – может быть, то, что постоянно происходит у человека, живущего с Богом, когда все время возникает что-то новое. Вот такое закостенелое фарисейское благочестие, оно все время сужает границы, оно все время говорит, вот это вот только, а дальше нельзя, а дальше вот ни в коем случае. А такая живая вера, она границы расширяет, она вдруг открывает для себя очень много нового, она приглашает людей к себе. Фарисейство закрывается от людей, говорит, нет-нет-нет, вы грешники, нечестивые, только мы тут праведники. А вера живая, открытая и у Михея она есть, да. Я о фарисеях говорю, это анахронизм, конечно, тогда не было фарисеев. Это от моря до Великой реки, то есть вот тот мир, который он знает, от Атлантики до Урала, там говорят, про Европу, например, когда-то, да. Вот включить в себя всех, принять всех и дать им что-то такое невероятно для них важное и нужное. Но это не значит такого сюси-пуси, в котором вот нету места угрозе, нету места чему-то, может быть, мрачному. А земля станет пустыней за жителей их, за деяния их. Да, то есть остальная земля, которая становится пустыней, вот это пространство язычества, язычество, которое засыхает, вымирает. И земля народа избранного, которая расширяется максимально, которая включает в себя в конечном итоге все человечество, эту пустыню не захватывая, как Осирия захватывает соседние города, а напояя ее, вот тем самым, о чем говорилось многократно выше в этой книге, вот этим знанием, пониманием, когда все народы придут к горе Сионской, к Иерусалиму. Дальше ответ от Бога, паси свой народ жезлом своим, а дальше, простите, это все-таки не Бога, а Богу призыв, да, паси свой народ жезлом своим, овец наследия твоего, что живут одиноко в лесу. А вот дальше его ответ, пусть пасутся на Кармеле, в Башане, в Геладе, как было и дни разной области, как во дни исхода твоего из Египта, я им являю чудеса. Вот отношение между пророком, говорящим от имени Бога, паси свой народ, и Богом, который отвечает, да, пусть пасутся. Вот зачем все это пророчество, вот больше, если так посудить, ничего в этом и нету, просто отношение пастуха и стада, но стада не понимает, стадо разбредается, и пастух, Бог, нуждается в ком-то, кто поможет это стадо собрать, ну, мы бы сказали собачка, а в Библии это пророк. «Я явлю им чудеса, увидят народы и постыдятся, слава Господа, лишатся всей своей мощи, зажмут себе рот рукой, уши их оглохнут, будут пожирать пыль, как змеи». Вот это самое пустыня, язычество, которое высохло, которое иссякло, у которого не осталось ничего. «Как твари, что ползают по земле, выползут с трепетом из укрытий навстречу Господу нашему Богу, и в страхе пред тобой задрожат, пред тобой, перед Израилем». И дальше Израиль отвечает удивительной молитвой своим вероисповеданием. Я подскажу, что слово «Михей», имя пророка, собственно, его можно перевести «кто, как Господь». «Ми-ка-яхве». И если все это слить вместе, получается «Михей». И вот тут может быть, собственно, расшифровка его имени. Другого Бога нет. И одновременно поэтическое исповедание веры. Очень такое не философское, не богословское, не в формулах, а в чувствах. «Есть ли Бог, подобный тебе, который прощал бы вину, отпускал бы грех остатку наследия своего». Помните, остаток, то, что остается, когда все погибло. «Не всегда осилен его гнев, милосердие, радует его, вновь смилуется, он над нами растопчет наши вины». То есть, сам их подавит. Не то, чтобы простит, а прямо сам уничтожит. «Утопит в морских глубинах все грехи». Вот сам их скроет. «Явит истину Иакову и милость Аврааму, как клялся ты нашим отцам одни древних». Иаков предок израильского народа, Авраам предок его и других народов. И вот завершается эта книга, в которой мы встречаем слова «Что я сделал тебе, народ мой, говорит Господь Израилю». Завершается словами любви и примирения со стороны народа. И, может быть, пророк просто тот человек, который напоминает людям эти слова. Полузабытый ими уже, стершийся практически из их сознания. Но в пророческих выступлениях они звучат снова и снова. Продолжение следует...